Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня для вас подборка дорам, в которых главные герои мужчины имеют проблемы со здоровьем. Ее личная жизнь. Дорама 2019 года, 16 серий. В главных ролях Ким Джи Ук и Пак Миньон. Сон Дон Ми ведет двойную жизнь. Днем она серьезный куратор галереи, а в свободное время ярая фанатка Айдала Сиана и администратор его фан-сайта. Райан когда-то был популярным художником, но потом перестал рисовать из-за психологической травмы. Он очень знаменит в сфере искусства, поэтому ему предлагают возглавить галерею в Корее, и он возвращается на родину. Одна из первых встреч героев становится неудачной для них обоих. Дальше их взаимоотношения тоже оставляют желать лучшего. Но все меняется, когда Райан узнает о скрытой стороне жизни Дон Ми. Когда я посмотрела первые несколько серий, то была приятно удивлена темпом развития событий. Мне понравились яркие образы героев и множество смешных ситуаций, в которые они попадали. Во второстепенных ролях, как и в главных, известны актеры, поэтому начало было многообещающим. Но вторую половину Дорамы я вам смотреть не советую. Там оказалась слезливая мелодрама, где объяснялось, почему у Райана проблемы, а зрителям осталось только наблюдать за его мучениями вкупе с многочисленными клише. «Убей меня, исцели меня» – Дорама 2015 года, 20 серий. В главных ролях Джи Сон, Хван Джон Им и Пак Со Джун. Жизнь молодого психиатра Ори Джин меняется, когда она случайно сталкивается с Чха До Хёном. Теперь ей нужно будет в одиночку помогать пациенту с дистанциативным расстройством идентичности, к тому же вне больничных стен. А случай у героя действительно не из простых, ведь в одном человеке уживается целых семь личностей, разного возраста, пола, и у каждой из них свое мнение насчет судьбы тела, в котором они заключены. Сможет ли героиня найти с ними общий язык, мы узнаем на протяжении Дорамы. Это одна из лучших Дорам, которые я видела, с потрясающей актерской игрой, продуманным сюжетом, замечательным кастом и прекрасным музыкальным сопровождением. Я не внесла ее в список любимых только по одной причине. Не люблю, когда герои мужского пола заливаются в сериалы слезами, да еще и в перемешку с соплями. Если бы не такие моменты в предпоследних сериях, поставила бы Дораме высший балл. Но, видимо, корейцы пока не придумали, как это по-другому изобразить. В целом, считаю, что этот сериал стоит посмотреть всем любителям азиатского кинематографа. Полный дом 2. Дорама 2012 года, 16 серий. В главных ролях Номи Ну, Хван Жу Ным и Па Ки Ун. Главные герои Дорамы – жизнерадостный Бон Канг Фи и всеми недовольный Ли Те Ик, члены самой популярной айдол-группы. Их концерты собирают толпы поклонников, а личная жизнь всегда на виду. Но мало кто из фанатов знает, что у Те Ика очень серьезная аллергия почти на все, которая доставляет ему массу неудобств и является головной болью всех его ассистентов. Тренер Тэквондо Чан Монок для оплаты долга становится стилистом дуэта, и ей удается продержаться дольше, чем ее предшественницам. Легкая, милая Дорама соответствует духу десятилетней давности. События достаточно динамичные. Единственное, что странно – образ, который решили выбрать для якобы разбирающейся в моде героини. И, конечно, не обошлось без любовного треугольника. Причем здесь оба претендента отличные. А я такое не люблю, особенно, когда проигравший давит на жалость. Услышь мое сердце. Дорама 2011 года, 30 серий. В главных ролях – Ким Джи Вон, Хван Джон Им и Нам Гун Мин. Девочка жила в бедной семье, с немой матерью мечтала ходить в школу, носить красивые платья и играть на пианино. Но у нее не было даже имени. Мальчик был внуком председателя крупной компании. Он наслаждался беззаботным детством и смотрел фильмы при Индиану Джонса. Ребята случайно встретились, и между ними завязалась дружба. Но из-за трагических событий в жизни каждого из них, герои постречались вновь только спустя 16 лет. Ее мечта стать музыкантом не осуществилась, а он потерял слух в результате несчастного случая. Впервые я смотрела Дораму, где 30 полноценных серий. Сначала в обычном темпе, а потом на двойной скорости. Насыщенные событиями драматические первые серии перетекли в вяло текущую мелодраму. Тем не менее, сериал очень душевный. Не столько про любовь, сколько про семейные взаимоотношения. Актеры замечательно подобраны, всем им веришь. И хотя мне, нам Гумбин больше нравится самоуверенно Мампуа, а здесь он почти все время ревел, актеру удалось передать всю гамму эмоций запутавшейся души. В общем, драма неплохая, но чересчур растянутая. Уборка со страстью. Другое название «Приберись получше». Дорама 2018 года, 16 серий. В главных ролях Юн Гюн Сан и Ким Ю Джон. Чан Сон Гюль возглавляет клининговую компанию и полностью помешан на чистоте. Причина этого в мизофобии, поэтому перчатки и антибактериальные средства – его постоянные спутники. Однажды он пересекается с Гиля Соль, полной его противоположностью. Девушка очень неряшлива, неопрятна и абсолютно небрезгливая. Такое знакомство приводит героя в шок. А еще хуже ему становится, когда врач рекомендует для выздоровления находиться в тесном контакте с Гиля Соль. В первых сериях были моменты, от которых я смеялась в голос. А что было дальше, вы, наверное, уже сами поняли. Довольно скучная, малозапоминающаяся дорама, с ворохом клише и неинтересными героями. Еще и актеров я как пару не воспринимала. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Чтобы не пропустить следующие подборки, не забудьте подписаться на мой канал. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok